всем привет ребят поднялся на гору сейчас благу не бич один из красивейших хайкингов и пока шел вверх обдумал одну мысль то что продолжение вчерашнего монолога про выбор основной выбор да смотреть в свет либо в тень у нас есть колоссальная сила направлять фокус внимание на одну точку которая перед собой впереди вот если есть фокус подняться на эту вершину ты идешь туда и ты понимаешь что неважно если тебе подойдет прохожий скажет слушая пойдем на соседнюю гору а пойдем на другой хайкинг рядом ты ведь не свернешь потому что тебя есть четкий фокус внимание направлено на то и силы сосредоточены чтобы зайти из точки а в точку б и ты четко знаешь что твоя . b это конечный пункт и по сути интегрируя вот это понимание фокуса внимания во все свои жизненные приоритеты примеру то что ты кушаешь приведу пример из жизненного опыта что несколько дней назад я ходил в universal studio это такой парк где целый день можно потратить гуляя по залам и соблюдая там пространство хогвартса пространство диснея и там большая ротация людей очень много людей и качество еды как я подумал было бы там не очень правильное и здоровое соответственно в начале пути если я выбрал я хочу есть только то что мне нужно то есть я взял с собой бца воду разбавленную с бца и авокадо тост я понимал что это все что мне нужно на весь день и в моменте когда наши друзья хотели кушать и не предлагали макс будешь чипсы я смотрю на них и говорю я знаю что я хочу я знаю что я хочу это четкий фокус внимания на то что у меня есть авокадо у меня есть бца разбавленная с водой соответственно все что остальное мне предлагается извне со стороны людей мне это не надо почему потому что это уведет меня от цели от того что я хочу направить фокус направить мое внимание с моего фокуса на фокус чей-то который хочет забрать у меня энергию может быть не осознанно может быть не намеренно со злом а просто из-за того что он не знает допустим свой фокус соответственно все что мы потребляем энергию информацию еду время нужно четко знать куда я эти направления своей жизни в какую сторону я их виду в какую точку я их виду если эту точку знаю на любой запрос извне типа а вот тебе вот этот путь хочешь выбери а вот тебе вот это и да хочешь с кушай можно ответить одним предложением я знаю что я хочу и вопрос это больше нет не нужно не оправдываться не нужно никому ничего объяснять нужно просто знать что ты хочешь такая мысль интересная потому что постоянно вот так вот качает да из стороны в сторону помимо выбора если ты не определился в какую точку ты идешь очень много людей хотят тебя к себе затащить а вот сюда давай пойдем с нами если у тебя нету конечной точки ну давай пойду потрачу время а время потом не вернуть потрачу энергию на то что мне действительно не хочется такая мысль интересная а по поводу внимания внимание куда течет наше внимание туда течет наша энергия туда течет внутренняя вот эта сила когда знаешь подходишь вот еще один пример в магазине в коска идешь и типа знаешь что возьмешь только банан и смузи и там микс из фруктов для коктейля до протеинового и те подходят в этом большом магазине коска очень много людей говорит давайте окна сейчас продам давайте расскажу про батареи солнечные от их даже не слышишь ты знаешь что ты идешь ты можешь ответить я за бананом я за я знаю что я хочу я не отваливаются потому что чувствуют что твою энергию невозможно получить нельзя завладеть твоим фокусом внимания потому что ты сосредоточен на своей цели ты к этой цели идешь и ты ее получишь просто это внутренняя уверенность которая чувствуется на уровне на уровне интуиции но типа бесполезно и по сути и энергия не тратится ни на объяснение не на ни на что иное поэтому крутое такое видение что фокус внимание это супер важная штука фокус внимание определяет насколько быстро ты туда дойдешь насколько затраты приложишь свои и насколько ты не коснешься лишних людей лишних встреч прямиком закроешь вот эту свою цель и дальше уже можешь выбирать по накатанной привычки по вот этому habits behavior поведению которую ты выработал благодаря привычке на следующую точку c и на следующую точку d то есть закрывая одну конечную цель легче ставить другую потому что у тебя есть методология наработка такой вот у нас закат красивый не знаю видно нет потрясающее конечно место тут иногда не ценишь где живешь иногда очень ценишь пишите в комментарии на что вас наводят эти мысли вообще помогает это или нет и какие темы допустим вы бы хотели затронуть и разобрать я когда это проговариваю мне в голове по полочкам утрамбовывается то что до этого было наверно в неком беспорядке я записал видео я как бы поставил для себя галочку все я эту тему отработал как в университете и двигаюсь дальше все всех обнял пока